шалом мы привыкли что такое действие как благотворительность как пожертвование называется вторить сдака но есть еще одно важное слово которое не всегда используется называется трума в свое время наши братьев которые ходили по пустыне должны были скинуться и построить храм вот та часть которую они давали это может быть золото серебро медь и так далее все эти вещи входили в строительство храма и назвались трума так вот по отношению к трума написано такое слово скажи сынам израиля пусть возьмут мне приношение дамы и господа обычно когда мы что-то даем мы даем кому-то когда мы что-то берем мы берем себе но взять себе очень редко такое бывает или здесь есть какая-то скрытая цель вот написано что слово трума переводится не только как приношение а как возвышение от слова маром лагарим что-то поднять человек который участвует строительстве храма он давая берет себе огромную часть будет получать от этого всю свою жизнь поэтому намекает нам тора именно по отношению к трума к тому моменту когда мы строим храм сейчас когда ты что-то строишь ты будешь получать этот цвет навсегда сегодня храма нет и любое святое поприще которое мы задумали в котором мы участвуем которое мы совершаем мы строим всевышнему храм любое благое действие это маленький камень в стене будущего храма это перекрытие это стол и дай бог чтобы вот мы всегда давали с чувством что мы берем чем здесь нет какого-то какой-то корыстной цели я даю чтобы взять нет нужно знать что давай я действительно беру я моя семья мои дети мои близкие мы давая участвуя в этом сто процентов получаем как только всевышний знает он возвышает нас поднимает нас и сейчас как раз у меня есть большая возможность благословить всех тех кто помогает нашему скромному поприщу вот этим всем урокам которые распространяются по миру и слава богу баруха шем приносят плоды шалом шалом социум ким социум ким и